Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него, как посредника. Так что то, что они смотрят, слушают, хорошо. Но вот то, что они извращают то, что я говорил, это плохо. Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха, опасный человек. И вот почему. Потому что я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику. Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. Но он шел жестко по своему, судя говоря, по своему плану, и он свой план исполнил. Но насколько это было в конечном итоге содержательно, не мне судить. Асанж сидит, и все. И о нем никто уже почти не вспоминает. Только близкие его люди в этом, как говорят, и все. Вот таковы особенности общественного сознания. Вот уходит тема, и все. Но, правда, Асанжа хотя бы обвиняли в том, что он выдал какие-то государственные секреты. Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов. Тем не менее, наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединенных Штатах. Я не считаю, что сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия. Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. Продолжение следует...